Девушки отдыхают Оригинальная история Хосе Симона из Колоны В ролях Элиса из Камес, Милдред Кирос, Пабло Мартин и другие Композитор Давид Монторо Продюсер Виктор Фернандес Режиссер Хосе Алкалде Кто тебе сказал такую глупость? Кто придумал всю эту ложь Адони Пио? Это не ложь Я рассказываю тебе это вопреки желанию Лавизны Значит, Каруачи был ее отцом Я давно знаю Моруанту, она ничего такого мне не говорила Она всегда боялась, что Пио будет преследовать ее и Лавизну Значит, парнишка говорит правду? Да Каруачи принадлежала концессия на разработку месторождения А твой уважаемый благодетель, твой отец Не только украл эту концессию Не только убил Масиоса и дочь Каруачи Но и обвинил Каруачи в этом убийстве И Каруачи заплатил 20 годами тюрьмы За преступление, которого не совершал Поэтому Лавизна хотела занять место Каруачи на комбинате Она хотела исполнить обещание, которое дала старику накануне его смерти И разоблачить Пио Элиса Боже мой Я знаю, тебе больно Я рассказываю, это не для того, чтобы причинить тебе зло А потому что в данный момент я говорю не с Иисусом Феррером, а со своим братом Скорони Домпио не может быть убийцей Он убийцей вор Он причинил больше зла, чем ты можешь себе представить Но ко мне он всегда относился хорошо, Ринока Мне жаль, что я не извергаю твоего идола На король металла по ушу в дерьме И мне ничего другого не остается Как сказать тебе всю правду Как нам не хватает Лавизны, правда, Крестная? Почему вы не пойдете в зал, а не посидите с остальными? А я займусь горячим Ты прекрасно знаешь, что я здесь не из-за первого или второго и не из-за десерта Я хочу, чтобы ты мне объяснила, что происходит у вас с Луисом Крестная? Никакой крестной Я тебя знала Когда ты опускаешь глаза, значит, на то есть причина И это причина в Луисе Я не могу заставить себя не любить его крестной И это правда Я смотрю на вас, слушаю ваши советы Ваши предупреждения Но от них никакого проку, крестная Я не могу вырвать его вот отсюда Не могу отказаться от этой любви, которая заставляет меня Принимать его всякий раз, когда он приходит Разве ты не видишь, что он делает это из корыстных целей? Если не для того, чтобы ты его накормила То для того, чтобы ты что-нибудь постирала, погладила И что хуже всего, солидат Он так на тебя смотрит, будто хочет раздействовать всеми Я знаю, что крестная для Луисе я вещь, которую он считает своей собственностью И ты позволяешь себя использовать? Больше всего на свете я хочу, чтобы он был со мной, крестная И чтобы это постепенно нас объединило Как вы сказали Сальвахе и Хосе Мигелю Чтобы постепенно мы стали одним целым Со временем Луис поймет, что я ему нужна Ты достойна лучшего, солидат Ты себя недооцениваешь, дочка Это приводит к тому, что Луис тебя использует Тогда, когда ему захочется Ему безразличны твои чувства Безразлична ты Он не подумает серьезно к тебе относиться Тем более жениться, на тебе иметь детей У меня нет выхода, крестная И это единственный способ, который у меня есть Для того, чтобы бороться за него Чтобы завоевать его любовь А твое будущее? Ты не думаешь о своем будущем Я люблю его, крестная И готова быть его любовницей до конца своих дней Я здесь, солидат И тебе придется с этим смириться Пусть Муранта и не думает, что она прогонит меня из Сапаары Ни за что Я больше не проведу ни одной ночи в доме Гоаси Пати Там можно рехнуться Вечный плащ детей Патрио и Ор Гоаси Пати, гоняющегося за бельей По всему дому И требующего отдать деньги, которые она у него украла Нет, с меня довольно Здесь же Все наоборот Здесь я спокойно сплю Получаю вкусный завтрак И главный солидат у меня есть ты Роскошная женщина Фонсека Хочу, чтобы ты знал, что солидат, подруга Луиса, приедет навестить нас Значит, ты это сделал Ты позвал ее Положись на меня, пожалуйста Что происходит, Эфраин? Совесть не дает тебе покоя Или Луис для тебя важнее наших жизней и наших карьер? Ничего не случится из того, что может нам навредить Мы с тобой поможем Луису через солидат Тогда не будет необходимости раскрывать правду А если эта женщина проговорится Если Луис узнает, что ты рассказал ей о том, что случилось в ту ночь, когда он был пьян И о кошмаре, который тогда произошел Да нас с тобой немедленно спишут Все тайное становится явным, Фонсека Рано или поздно правда всплывет Поэтому мне нужно, чтобы ты знал, как я собираюсь улаживать этот вопрос в солидат А мне что делать? Ничего Уйди из дома на эти дни Ты сошел с ума? Я? Солидат останется здесь, со мной Это абсурд Абсурд? Абсурдно видит Луиса, прозябающим на комбинате Пойми это, Фонсека Это нужно уладить до того, как нас обоих выведут на чистую воду Я должен договориться с солидат Это правда Каруачи был 20 лет в тюрьме и потом вернулся на комбинат Но Я узнал об этом только после инцидента Ложь Не прикидывайтесь передо мной невинной овечкой, Дон Био Каруачи был отцом Респландор Женщины, которую я любил Значит, ты? Как я уже говорил, я ее сын и Матиаса и Бара Но я потерял обоих Рос без родителей Без ласки Без их защиты Окруженный людьми, которые не могли заменить мне их Но с детских лет я знал правду С дедушкой я познакомился в тюрьме и постоянно навещал его До тех пор, пока он не умер Значит, этот старик сказал тебе много такого, что я собираюсь прояснить Послушайте Мой дедушка был честным человеком И если вы намерены оскорблять его, мне здесь нечего делать Я ухожу Нет, 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 прости меня, мальчик Дедушка был моей единственной семьей Он всю жизнь провел в тюрьме 20 лет А когда попытался устроить свою жизнь, его убили Так что мне все равно, что вы скажете тон пивом Я вам не поверю Меня переполняет злоба и возмущение Я только хотел знать Внук литый каруач Теперь у меня нет ни малейшего сомнения в этом Так что тебе Не зачем прятаться, менять имя Можешь работать на комбинате Я обещаю тебе Свою защиту Ничего не обещайте, тон пивом Мне не нужно ваше покровительство Я приехал бороться за то, что принадлежало дедушке Противостоять вам Клянусь Я не дам вам поплашки Это мой сын Он готовит мне ловушку, боже мой Карачи Прости, если я тебе навредил, приведя сюда дону пиво Я только сейчас узнал, что это и родственник ловизны Да, это так, инженер Обещаю, если то, что я услышал, окажется правдой Если я буду уверен, что дон пиво причинил зло твоей семье Я первым выступлю против него Мне не нужно, чтобы вы меня защищали, инженер Свои дела я решу сам Нет, нет, я сделаю это не только ради тебя Но еще и ради женщины, которую люблю Ради ловизны Ты должен сорвать с нее маску, разоблачить перед всеми Госипати, она мать моих детей И поэтому ты будешь работать И вернешь мне деньги, которые она украла И телевизор Если не хочешь, чтобы люди узнали о том, что она воровка Хорошо И что я могу сделать, скажи Заяви на нее в полицию, патрио, обвини ее Жаба, трепло Послушай, Госипати Белли очень плохо поступила, украв твое сбережение, которое ты хранил в банке с фасолью Она не имела права продавать твой телевизор Я знаю, что ты рассержен, и ты абсолютно прав Я тебя понимаю и беру всю ответственность на себя Вот это называется сознательный мужчина Я виноват в том, что Белли оказалась в твоем доме И несмотря на то, что мне неприятно говорить об этом Вынужден заявить, что она украла деньги для того, чтобы купить, и думаем, детям Молодец Да, конечно Еще купить новую одежду Подарки маме, кузинам Козленку, щенку И поди знай, может быть, к тому, кто наставляет тебе рога Хозяин меня разоблачил Госипати Ты думаешь, что говоришь? Патрио, это правда, вы расстались Ты живешь здесь, Белли его, Пати И от такой змеи, как она, всего можно ждать Не веришь? Тогда послушай свою дочь, которая плачет от голода Мне жаль тебя Я желаю тебе добра Не порти себе жизнь из-за этой гадины Я сам заявлю на нее в полицию, Патрио Я помогу тебе Подожди минутку, Госипати, пожалуйста Белли, займись ребенком Госипати, подожди Белли, девочка плачет Ты собираешься накормить ее? Госипати, подожди Подожди, Госипати Значит, заявить на меня в полицию Но уж не от меня никогда никто не поймает Ты ведь никогда не уедешь отсюда, правда? Без тебя, Сальвахин? Ради бога, что за вопрос? А не случится так, что из столицы приедет женщина и скажет, что я украла у нее жениха? Нет Ни для чего доброго заявит на меня, потому что я отняла у нее муженька, как это произошло с Конкордией С Конкордией? Да Патрио говорил, что с ума по ней сходит Но потом выяснилось, что у него были шашни с дамочкой из Упаты И не только шашни, но и пятеро детишек Пятеро детишек? Вот это да Ну не пятеро, двое Один уже большой, а вторая только что родилась Маленькая девочка Ну на самом деле у меня четверо детишек, две девочки и два мальчика Хосе Мигель, не лги, глупый, не шути с этим Сальвахи Скажи Скажи Скажи, что у тебя нет детей Что у тебя никого нет Дети у меня будут От тебя Замечательно Повтори мне это много раз Мне страшно после того, что сказала крестная Я правда тебя люблю, Хосе Мигель И не хочу потерять Что ты хочешь, чтобы я сказал? Что люблю тебя? Я люблю тебя Так? Да Я люблю тебя, люблю, люблю Я люблю тебя Я готов на все ради тебя Хочу, чтобы ты, твой папа и я Мы вместе поехали в Каракас Хочу, чтобы ты познакомилась с моей семьей Скажи, что я не сплю Скажи, что все это правда Правда, как и то, что я говорил раньше Я хочу, чтобы ты стала моей женой Матерью моих детей Что это за безобразие? Что за неуважение, Сальвахи? Скажи, наконец Что тебе сказал король? Этот человек что-то замышляет, Оренока Против Лавизны, против Муранта Против меня Боже правый Бедные девочки из Баро-Сапуара Если этот человек может убить свою возлюбленную Ну а что уж надеяться другим? Он сказал, что я могу вернуться на комбинат И даже не менять имя Пусть все знают, кто я такой Лавизна была права, что пошла работать на комбинат Ладно, мама, не будем говорить об этом Сейчас главное защитить этого мальчика Ну откуда мне было знать, что эта бедная девушка хотела отомстить за смерть отца? Откуда мне было это знать? И сейчас мне так стыдно А я нападала на бедняжку Нет, это несправедливо Откуда мне было знать? Ну хорошо, теперь мы можем поговорить спокойно Что он тебе сказал? Он меня удивил, Оренок Я думал, что наша встреча станет решающей Что он захочет избавиться от меня Так же, как и от моей семьи Я тебя защищу Я никому не позволю причинить тебе зло Нужно что-то делать Может быть, обратимся за помощью в полицию? Ты считаешь, что полиция мне поверит? Ради бога, Оренок Не будь наивным Дедушка 20 лет провел в тюрьме За преступление, которого не совершал И все по вине Пио Да, ты прав, но... Кто мне поверит? Необходимо найти компромат Чтобы прижать Пио Я тебе помогу Нет Я начал это один И продолжу один Я не буду подставлять тебя Кроме того, ты имеешь право Быть свободным И жить без страха Я соберу свои вещи И уйду из этого дома Мы должны поговорить Откровенно, Дон Пио Я не хочу быть на службе У человека, чьи поступки Не одобряю Ты снова позволил этим людям Вести себя в заблуждение? Нет Дело в том, что некоторые вещи Заставляют меня задуматься Они соучастник ли я? Скажи, Хисус Какую новую ложь Обо мне тебе поведали? Что вы виновны в смерти Семьи Лавизны И поэтому Муранты и Карвачи Хотят вернуть то, что им принадлежало Потому что, по их словам Вы основали свою империю На конце всех, которые Украли у Карвачи Дель Рио Понятно Ты больше веришь Их словам, чем моим Поройся в своих воспоминаниях В своей памяти, Хисус И скажи Когда это я вел себя Как преступник Как убийца Как вор Дон Пио Вы единственный Кто у меня есть Но я не хочу Чтобы вы кому-то Навредили Тем более женщине Которую я люблю Лавизни Я тебе докажу Что это ложь Очень хорошо Сделайте это Потому что я хочу Поскорее покончить С этой неопределенностью Не сейчас Иди домой У меня еще есть дела Поговорим в другой раз Доброй ночи Все, я не могу больше ждать Да неужели Теперь ты знаешь Что чувствует человек Которого оставляют Одного в ресторане Прошу тебя, Элой Я чувствовал себя идиотом Который заказал выпить И всех спрашивал о тебе Ты выставила меня На посмешище Мне не нравится Такая игра У меня возникло Срочное дело Ты не должен сердиться Тогда не обижайся На то, что сделал Пио Вы два сапога пара Генеральша Мне надоели Двой комментарий, Элой Слушаю Генеральша Лансарота нет дома Ты уверен? Я везде его искал Он, Сарота, ушел Генеральша Жди меня Я еду Я должна уехать Что случилось? Сделай одолжение Скажи Пио Что я взыщу с него За все Надо мной Нельзя смеяться Передай ему это Дословно, Кардоса Не перепутай С другим долгом Понятно? С другим, генеральша? Да Скажи, что я не забыла Чем он обязан Моему мужу Генералу Я в любой момент Могу взыскать с него И за это С тобой мне стало намного легче Я знаю, что могу поплакать Рассказать о своих чувствах Я тебя не знаю Но почему-то уверена В том, что тебе больно за меня Может так оно и есть Мы могли быть друзьями В другой жизни Не будь смешным Спасибо за то, что выслушал меня, Орландо Что понял мою боль Куда ты идешь? Ты простишься со мной вот так? Уже поздно Сирия Поцеловав тебя Высушив твои слезы Я не могу вернуться туда Откуда пришел Орландо Ничего не говори Только послушай меня Я хочу заботиться о тебе Защищать тебя Я хочу остаться с тобой Я хочу заботиться с тобой Как ты хороша, Солидата. Луис. Нет, нет. Останься. Вот так. Позволь мне насладиться твоим телом. Нет, Луис, прошу тебя. Ты же хочешь. Ты не можешь отказаться. Ты прав, не могу. И я буду твоей сегодня, завтра и всегда. Как мне тебя не хватает прочь. Почему я сопротивлялась твоей любви? Я не принимала твои объятия. Красивые слова, которые ты всегда мне говорил. Сейчас я жалею об этом и умираю от тоски и одиночества. От этого ужасного одиночества, с которым меня оставил ты, Пиларис. Одиночество будет еще ужаснее, если ты мне не скажешь правду о моем сыне. Что ты здесь делаешь, дьявол? Почему ты мне не сказала, где прятала внука Каруачи? Ты же это знала. Я не поняла, о чем ты говоришь. Я только что видел сына. Сына, которого родила от меня Респландор де Лирио. Я уйду, Ореноко. Мне нужно, чтобы ты был рядом со мной. Когда я пришел на комбинат, там стояла очередь из безработных. Найми кого-нибудь из них. Я хочу тебя. В чем дело? Отпустишь, что с тобой? То, что ты отсюда не сбежишь. Отпусти меня. Я тебе докажу, что я мужчина. Да, как же. Ты женщина моей жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Ты хотела оставить меня без своих поцелуев. Без аромата твоей кожи. Без твоих глаз, твоей улыбки. Почему? Это был единственный способ изменить мою жизнь и выполнить свои обещания. Вот твое обещание. Твое обещание в том, что ты чувствуешь. Любовь, которую мы испытываем друг к другу. Как ты догадался? Рядом с тобой у меня всегда возникало странное чувство. Появлялось адское желание поцеловать тебя. И сомнения отпали сами собой. Ты меня любишь? Очень. Безумно. Без тебя я ничто. Ты моя жизнь. Я умираю от любви к тебе. Я встретил внука Каруачи, своего сына, которого родила Арис Пландор. Я не понимаю, о чем ты говоришь, Пио. Все понимаешь. Ты вместе с Эриноко устроили парня на комбинат под вымышленным именем Антонио Рейса и заморочили ему голову всякой ерундой, чтобы настроить против меня, чтобы отомстить мне. Антонио Рейс? Да, но твоя ложь не прошла. Это мой сын, которого я искал больше 20 лет. Ну, раз ты его нашел, оставь меня в покое. Вон дверь, уходи из моего дома. Не смей на меня кричать. Это ты оставь меня в покое с сыном. Отдай мне письма и документы. Я тебе заплачу. Скажи, сколько ты хочешь. В свое время я сведу тебя со своим адвокатом. Сейчас все решаю я. Не заносись, Мруанта. Не заносись. Я хочу иметь сына и спокойно жить. Я хочу быть с тобой, девочка моя. Ты не можешь остаться, Орландо. Почему? Я не хочу жить так, как живу сейчас. Мне необходимо начать все сначала. Рядом с женщиной, вроде тебя. Но мы не знаем друг друга, Орландо. Значит, узнаем. Между нами зародилось нечто прекрасное, девочка моя. Я это почувствовал, когда целовал тебя. Я чувствовал, что твое сердце рвется из груди. Ошибаешься, Орландо. Поцелуй ничего не значит. Я порядочная женщина, выросшая в достойной семье. И я не могу жить с первым встречным. Извини. Дай мне шанс, девочка моя, пожалуйста. Шанс для чего? Кроме того, мы почти не знакомы. Я не знаю, кто ты, откуда, на что ты живешь. Если ты мне позволишь остаться с тобой, я буду рядом всегда. А что ты будешь делать со своей женщиной? С какой женщиной? Ну, с той странной женщиной, с которой ты всегда появляешься. С которой я видела тебя на боксе и в ресторане. Она не моя женщина. Тогда я не понимаю, Орландо. Что ты делаешь рядом с ней? И вообще, кто она? Я хочу видеть Орландо Рессио здесь и сейчас. Как это возможно, что он ушел из дома? Ты ни на что не годишься. Генеральша. Бездарные стуканы. Почему вы не работаете? По-моему, вы отвечаете за безопасность этого дома. Группа бездельников, бестолочи. И ты прежде всего, Акилес. Генеральша, я взял на себя смелость послать несколько человек прикрывать вас в доме Доно Пио. Ты здесь не для того, чтобы распоряжаться и думать вместо меня. Я тебе плачу, чтобы ты делал то, что я хочу. Чтобы выполнял мои распоряжения. И ты прекрасно знаешь, что в данный момент самая главная безопасность Орландо Рессио. Неужели это надо повторять? Он нас всех обманул, генеральша. Сказал, что устал и хочет лечь спать. Заткнись, Акилес. Мне не нужны твои объяснения. Мне нужны результаты. Нужна надежность. Неужели никому из твоих людей не пришла блестящая мысль присмотреть за ним и за дверями этого дома? Ведь я вам плачу как раз за это. Рессио вышел не через дверь, генеральша. А как он вышел? Кто-нибудь может мне сказать, где он? Кто-нибудь его видел? Я генеральша. Ну? Ну, 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 ну. Рассказывай. Мне интересно послушать тебя. Я заметил, как Рессио вылезал в окно своей комнаты. Когда он прошел через сад, я последовал за ним. Сначала ты должен был мне сообщить. Да, а тем временем Орландо убежал бы. Не будь дураком, Акилес. Очень хорошо. Продолжай зарабатывать очки. Рассказывай дальше. Возможно, тебе удастся подняться в моих глазах. Я слушаю, дружок. Если хотите, мы прямо сейчас поедем туда. Я знаю, где находится Орландо Рессио. Ты такая красивая. Я люблю тебя, Оренок. И это чувство настолько сильное, что мне даже страшно. Если я тебя потеряю, не знаю, что я буду делать с этой любовью. Я тоже боялся, что больше тебя не увижу. Скажи, что ты любишь меня. Очень. Очень. Мне нужны твои поцелуи. Поцелуй меня. Ты должна мне много поцелуев. Очень много. Все возможные за эти дни. Это безумие. Мы сошли с сонным. Неважно. Я не хочу втягивать тебя в свои проблемы. То, что происходит с тобой, происходит и со мной, дорогая. Я... Я должна оставаться круче. Делай то, что ты должна сделать. Я всегда буду с тобой, Лавизна. Знаешь, Пио очень странно на меня смотрел. Точно так же, как на празднике. Так, будто он мне что-то должен. Он тебе должен очень много. Пио знает, что он обречен. Знает, что его сердце долго не выдержит. И, скорее всего, боится высшего суда. Поэтому хочет покаяться. Жаль, что тебе нечем заняться, Элой. Все еще ждешь дядю. Налей мне выпить, Диаманта. Конечно. Пора объявить перемирие. Хоть ты присмыкаешься перед этой женщиной, перед генеральшей. Учти, наступит час моей мести. Что ты знаешь о Доне Пио? Куда он уехал, Диаманта? А где Дон Пио? Тата сказала, что вы ушли вместе. Да. Он меня оставил, а куда-то уехал один. Ты что, не мог поехать с ним? Он еще не совсем здоров. Ты знаешь, сколько у него врагов? Как ты мог оставить его одного? Вот что, Элой. Это твоя работа. Прикажи своим людям обеспечить безопасность Доне Пио. Почему ты так нервничаешь, Иисус? Вот, возьми. Я не хочу пить. Глоток тебе не помешает. Может, тогда ты расслабишься. Диаманта, прошу тебя. Я пойду к себе. Я ни с кем не хочу говорить, понятно? И тем более с тобой. Вы навещали Круачи. Ну же, скажи, что произошло? Почему для дяди так важен этот человек? Спроси об этом у него самого, Диаманта. Зачем мне спрашивать у него, если есть ты? А я ничего тебе не скажу. И, пожалуйста, оставь меня в покое. Прошу тебя. У них с дядей что-то произошло. И это как-то связано с этим парнем. С Круачи. Я не знала, что этот парень в Гуаяне. Я думала, он исчез навсегда. Ложь. Ты его прятала. Вы договорились дождаться момента и начать действовать. Ты хотела вытянуть из меня как можно больше, верно? Ты выпустила когти. Но я еще могу с тобой справиться. Ты сказала моему сыну, что я приказал убить его мать, чтобы очернить меня в его глазах. Но тебе это не удастся. Это правда, которую твой сын никогда не сможет простить. Ты забиваешь его голову ложью. За все надо платить, Пио. Если ты встретил того, кого больше всего хотел увидеть, своего сына, то это станет твоим крестом, потому что, когда он узнает правду, ты будешь вызывать в него презрение и стыд. Никто не сможет испытать гордость за такого отца, как ты. Он никогда тебя не простит смерти матери. Ты озлобленная шлюха. На помощь. Помогите. Шлюха. Помогите. Дрянь. Прекрати. Ты должна уважать меня. Ты меня еще узнаешь, несчастная проститутка. Слышишь? Это крестная, Луис. Нет, нет. Там что-то происходит. Не играй со мной, шлюха. Отстань от меня, мерзавец. Я озлобленная подстилка. Преступник. Убийца. Ты злопамятная. Ущербная. И ты предъявляешь мне счет? Ты несчастный человек. Все получаешь силой. Ты мне заплатишь. Ты не отнимешь у меня сына. Сумасшедший. Отстань от меня. Крестная. Уйди к себе. Уйди, сказала. Луис, выйди из комнаты. Там хотят убить крестную. Тебе со мной не справиться. Не справиться, Пио. Я убью тебя. Сначала я тебя убью. Папа, отпусти меня. Ты меня убьешь. Ты пойдешь в свою комнату, Сальвахи? Нет. Больше ты меня там не закроешь. Коси, пати, пожалуйста. Никаких пожалуйста. И благодарите Бога, что я не устроил скандал прямо на улице. Я все могу объяснить. И что же мне объяснишь? Как это возможно, чтобы доктор из Каракаса целовался с этой синьоритой прямо на улице? Ты хочешь стать объектом для злых языков, да? Что это такое? Что такое? Коса Мигеля я жених и невеста. Гульберто Симон. Не называй меня по имени. Я твой отец. Так веди себя как отец. А не как безумец, который меня запирал, отсылал в монастырь, морил голодом. Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, это не выход. Ты не знаешь моего отца. Твой папа прав в Сальвахе? Что? Ты с ума сошел? Ты слышишь? Нет, ты послушай, послушай. Вы вправе сердиться. Я не должен был целовать вашу дочь на улицу. Ты образованный человек. Понимаешь боль отца. Потому что ты доктор, умный человек. Ты умный человек. Не то, что ты недоучившаяся вертихвостка. Гусип, а тебе заскорбление. Будьте для нее примером. Слушай, послушай. Может, что и усвоишь. Гусип, у меня серьезное намерение. Когда вы нас встретили, мы шли от сеньора Мируанте. Сальвахе и я ходили попросить у нее поддержку и благословения. Благословения? Благословения для чего? Сеньор Патиньо. Я хочу, чтобы вы и Сальвахе поехали со мной в Каракас. В Каракас. И что мы будем делать в Каракасе? В присутствии своих родителей я хочу попросить руки вашей дочери. Брось нож. Уходи из моего дома. Потаскуха. Осторожно, крестная. Я разнесу этот притон. Я вас всех созгу живьем. А ты куда? Оставь ее. Отпусти. Помоги мне, Луиса. Солидат. Помоги мне. Я иду, Солидат. Клиент идет защитить свой товар. Уйди из моего дома. Почему ты пристаешь к женщинам? Сразись со мной. Со мной никому не справиться. Боже. Нет. Луис. Луис. Мне так хотелось быть рядом с тобой. Слыши твое сердце. Которое сейчас разорвется. Я так тебя хочу, дорогая. Ну, я тебя видела в этой комнате с диамантой. Луис, ну ради бога. Ты знаешь, что это была западня. Ловушка, чтобы разлучить нас. Ну пойми меня. Все, все, все. Это женщина в прошлом. Она так воспитанная. Диаманта привыкла покупать людей, покупать любовь, манипулировать всеми. Она казалась такой искренней. Говорила с таким трепетом, правдива. Нет, нет, нет. Она лживая. И у нее много других пороков. Хотя в действительности меня это не интересует. Я не буду обсуждать их с тобой, Ловизна, потому что меня интересуешь только ты. Только тебя я люблю. Мы с тобой дали клятву верности. И, невзирая ни на что, не нарушим эту клятву. Да. Прости меня, дорогой. Хорошо. Я тебя прощаю. Но только если ты скажешь, что без ума от меня. Каравачита. Я с ума по тебе схожу. Я люблю тебя. Дорогая, я тебя хочу. Скажи, что ты чувствуешь то же самое. Мне так нужны твои поцелуи. Дорогая, я тебя люблю. Ореноко, сынок. Дорогая, я тебя люблю. Г square. Это души, дождите твои� rêвозди. Дорогая, Korames, я твою любов Double. Дорогая, я тебя люблю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok